Приветствуем вас в эфире телеканала Антенна 7, медицинская программа «Формула здоровья». И с вами мы, ее ведущие, Денис Ионас и Наталья Таран. Здравствуйте. Будем говорить, конечно, о нем, о здоровье. Здоровье. Здоровье – это один из важнейших компонентов человеческого счастья и, наверное, одно из ведущих условий успешного социального и экономического развития. Здоровье – это, наверное, единственная драгоценность, ради которой стоит не жалеть ни сил, ни времени, ни своих трудов, потому что жизнь без здоровья становится невыносимой. И, как обычно бывает, люди сначала тратят свое здоровье, чтобы заработать деньги, а потом жертвуют своими деньгами, чтобы восстановить здоровье, но не всегда это бывает возможно. Здоровье – это, прежде всего, естественное состояние организма, которое характеризуется уравновешенностью между самим собой и окружающей средой. И при этом очень важно отсутствие болезненных изменений. Здоровье – это одна из основных ценностей нашей жизни. Как сказал доктор Мали Хальден, возглавлявший в свое время Всемирную организацию здравоохранения, здоровье – это еще не все. Но если нет здоровья, все остальное уже не имеет значения. Понимаем ли мы значение слова «здоровье»? Большинству из нас кажется, что да. А на самом деле? Пока молоды, счастливы тем, чем одарила природа, и, не задумываясь, растрачиваем это богатство. В средние года поступаем уже осторожнее, а еще позже начинаем собирать по крупицам то, что осталось. Но ведь можно иначе – беречь с молоду. Иначе – это заниматься профилактикой. И в полной мере уже много лет этим занимается спидцентр. Прогресс в области медицины и фармацевтики привел к тому, что ВИЧ за 30 лет превратился из смертельно опасной болезни в хроническую. А ведь все начиналось с первых нормативных документов. С остановления службы диагностики вспоминает и ныне главный врач Омского центра спид Ольга Назарова. ВИЧ-инфекция регистрируется в Омске и области вот уже 22 года. От болезни нет уникальной прививки. Но знать, как можно заразиться и чем это опасно, обязан каждый. Половой путь через кровь и от матери к ребенку. Ольга Назарова настаивает. Важно понимать, что сегодня заражению подвержены люди самого разного возраста и социального статуса. Болеют не только, как раньше считалось, потребители наркотиков или лица с низкой социальной ответственностью. Сейчас ВИЧ перешел в социально адаптированную среду. И поэтому эта инфекция может коснуться, к сожалению, каждого социально благополучного человека. Надо четко помнить, что если у тебя есть партнер, которого ты не знаешь, который этот партнер не знает свой ВИЧ-статус, конечно, нужно использовать средства контрацепции. Несмотря на то, что он социально благополучный, он может быть и врачом, и юристом, и кем угодно. Но я еще раз говорю, не зная свой ВИЧ-статус, он просто может не знать, что он ВИЧ-инфицированный. Преданные делу коллеги, многие из которых работают в центре с момента его основания, осваивают новую технику и методики. Ведь единственный способ определить, заражен человек или нет, сдать анализ крови на ВИЧ. А сделать это можно в любом медицинском учреждении нашего города и области. В крови определяют антитела, белковые частицы, которые вырабатываются иммунной системой человека в ответ на проникновение вируса. Если анализ оказался положительным, выход только один. Терапия, терапия и терапия. На сегодняшний день у нас на терапии находится около 70% пациентов, состоящих на диспансерном учете. Это почти 8 тысяч человек получают у нас терапию. Это большая цифра. И мы к концу года охватим терапию, наверное, к 75% пациентов. Почему терапия? Потому что человек, получающий антиретровирусную терапию, перестает быть опасным как источник инфекции. Человек, получающий терапию, вирус загоняется у человека внутриклеточно, то есть мы его как бы в клетку сажаем и все. А в крови он не реплицируется, не размножается. И этот человек может вести абсолютно нормальный здоровый образ жизни, иметь здоровое потомство, здоровых ребятишек и иметь здорового партнера, не заразив его, потому что он принимает терапию и, еще раз повторю, является безопасным для своих близких и родных. Задача у центра непростая – не допустить прогрессирования заболеваний. Поэтому так важно напоминать людям о ВИЧ и СПИД. С экранов ТВ или билбордов на улице, рекламе в журналах или памятках, которые раздают волонтеры. Именно поэтому специалисты службы постоянно делают выездные мероприятия, чтобы каждый смог сдать кровь на экспресс-анализ и узнать свой статус. Мы приобрели осенью 2018 года мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. И активно выезжаем в районы области, на площадки развлекательные, на такие, у континента были, у Кристалл. Приезжаем даже к производственным производствам, то есть Бараново, Полет, Иртыш. То есть мы стараемся охватить людей именно разных возрастных групп, потому что сегодня регистрируется больше ВИЧ-инфекция в возрастной группе 30-49 лет. 70% мы выявляем ВИЧ-инфекцию в этом возрасте. Как дойти до этих людей? Они не посещают лекции, какие-то акции. Мобильный пункт оборудован так, что может человек прийти, там имеется врач обязательно. Он проводит дотестовое консультирование, берется кровь из пальчика, через 15-20 минут он узнает свой результат. Проводится после тестовое консультирование. В случае выявления ВИЧ мы говорим, куда обратиться человеку. И еще раз, важно помнить, что распространение вируса иммунодефицита человека происходит при употреблении наркотиков и незащищенных сексуальных контактах. Если в вашей жизни были такие рискованные ситуации, поступайте правильно, просто сдайте тест на ВИЧ. Желание исправить ситуацию, возникшую в поликлиническом звене в медицине, всем понятно и объяснимо. Определенная доля надежды на исполнение задуманного возлагается при реализации национального проекта. Да, сегодня на эту горячую тему беседуем с ректором медицинского университета. Итак, сегодня у нас в студии ректор Умского государственного медицинского университета, профессор Мария Анатольевна Левзан. Здравствуйте. Здравствуйте. Мария Анатольевна, здравствуйте. Мы знаем, что вы давно, достаточно давно занимаетесь административной работой, но ректор вы молодой. Во всех отношениях, будем честны. То есть с октября 2018 года. И вот во время вашего правления ВОЗ приобрел статус бережливый. Поясните. Ну, во-первых, очень много на самом деле перемен произошло в течение этого времени, потому что, безусловно, те веяния современной медицины, которые присутствуют сейчас, невозможно игнорировать и в образовании. Первый проект, который у нас проходит в течение года, это обучение наших преподавателей по программе «Бережливая поликлиника». Необходим для того, чтобы в нашем ВОЗе появился 10-й в стране Центр по обучению бережливым технологиям в медицине. Вот тот самый проект «Бережливая поликлиника», который реализуется на территории всей Российской Федерации. Для его успешной реализации необходимо готовить врачей, которые могли бы работать в современных условиях. Но здесь важен принцип. «Бережливый» однозначает рациональное использование этих ресурсов, прежде всего человеческих, временных, ну, ресурсов и в других смыслах, безусловно, для того, чтобы эффективно работать. Ну, вот то же самое мы и пытаемся несколько проектов сейчас реализовывать для того, чтобы подтвердить свой статус «Бережливого ВОЗа». Это значит, что мы все ресурсы стараемся сейчас пустить на то, чтобы работать максимально эффективно. Это электронный документооборот, это единый, вот с первого курса у нас студенты получат некий такой вот как карточка электронная для того, чтобы не только проходить через турникет, и безопасная среда была в нашем университете, но одновременно это читательский билет в библиотеку. Таким образом, вот это единое замкнутое пространство внутри нашего университета для студента максимально эффективно и удобно для работы. Говоря о национальных проектах, вот хотелось бы, да, у вас спросить, как у руководителя. И президент, и министр здравоохранения говорят о том, что в стране катастрофически не хватает врачей, медицинского персонала. Медицинский университет — это кузница кадров, да? Вот вы отвечаете и за качество, и за количество. Как у руководителя? Два национальных проекта, в которых участвует наш университет. На первом месте, безусловно, это национальный проект здравоохранения, а внутри этого национального проекта федеральный проект медицинских кадров. Безусловно, какой бы проект в последующем не взять, будет то борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, либо борьба с онкологией. И, безусловно, без кадров, какой бы современным оборудованием ты не оснастил современный центр, если там не будет грамотного специалиста, все это оборудование так и будет оборудованием, и никак не начнет свою работу на благо наших пациентов. Ну и второй национальный проект, безусловно, крайне важный, в котором также принимает участие наш университет, — это национальный проект демографии. Но вернемся к кадрам. Если говорить о состоянии кадрового обеспечения на территории Омска области, то оно как раз не является катастрофичным, если мы посмотрим на статистику по Российской Федерации, по Сибирскому федеральному округу в том числе. На сегодняшний день мы занимаем по Сибирскому федеральному округу третье место. Ну, то есть по укомплектованности кадров. Складывается ситуация не столько даже с дефицитом кадров, сколько с рациональным использованием кадрового потенциала. Условно. Например, в городе акушеров-гинекологов более чем достаточно, а вот на селе хотелось бы их видеть в большем количестве. Поэтому здесь задача решается, безусловно, не только университетом, без нашего Министерства здравоохранения Омска области здесь никак. Мы должны чутко понимать, где сейчас нужны специалисты, какого уровня необходимо подготовить специалистов, на каком оборудовании надо сейчас уже начать готовить наших студентов, ординаторов, для того, чтобы они смогли это оборудование освоить. Ну и, безусловно, повышение квалификации наших врачей, это самое непрерывное медицинское образование, которым тоже наш министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова говорит очень-очень много, оно тоже должно перестать стать теорией, вот в том плане, которым мы понимаем образование, а должно стать практикоориентированным. Вот о качестве, да, у меня тут вопрос возник. Я знаю, что в медицинском университете работает симуляционный центр. Не только, я так понимаю, да, в нашем регионе он существует. Но у нас хорошо оборудованный. Ну вот, я тоже там был, помню все эти манекены. Но здесь вопрос, ладно, я журналист пришел, да, посмотрел на манекенов. А как же студенты, будущие врачи, ведь они проходят практику на манекенах? Не так, Денис, нет-нет, дело не в этом. Мы все с вами понимаем, что практика встроена в программу подготовки будущего специалиста. Это касается не только специалиста, который обучается программой специалитета и будет врачом, но и в том числе и среднего профессионального образования. Нужно отработать и штатные, и внештатные ситуации. Это мировая практика. Она не только в нашей стране. Если мы говорим о том, что врач за рубежом хочет получить новую компетенцию, ну то есть новый навык, он должен подтвердить возможность воспроизвести этот навык не на пациенте, а на симуляторе. Это не значит, что он виртуально только освоил. Но перед тем, как подойти к пациенту, он должен отточить этот навык до автоматизма. Вы знаете, я вот абсолютно уверен, и по крайней мере за столько лет, что я работаю в медицинской программе, это не изменилось. Мне кажется, что вот врачом и в медицинский вуз не приходят посторонние люди. В этом году насколько охотно ребята шли на учебу? Я с гордостью могу сказать, что у нас просто небывалый приток абитуриентов. Небывалый приток. И надо сказать, что если мы с вами посмотрим вообще, вот кто пришел, очень интересная тенденция, которая, безусловно, продиктована и учредителем, но и мы это на себе увидели. Это огромное число людей, которые хотят в последующем работать в конкретных медицинских организациях нашего региона. Мы запустили проект опять-таки в 2018 году, вот этот проект точно старый, для того, чтобы адаптировать и подтянуть деток из села, для того, чтобы они в последующем смогли не просто поступить, но и мы очень хотим, чтобы они продолжили. Целевики? Целевики. Целевое обучение. 62% тех, кто поступил на бюджетное обучение, это те, кто приступили к целевому обучению. Ровно наоборот была ситуация прошлые годы. То есть людей, которые пришли для целевого обучения, то есть вопрос не просто случайный, а те люди, которые представляют, что вот она стоит, областная больница. И я сейчас в ней, на кафедру прихожу, которая располагается на базе областной клинической больницы, а в последующем я буду здесь работать. Скажите, пожалуйста, вот есть ли какие-то определенные изменения в плане подготовки, что-то предусмотрено именно реализацией национального проекта? Или мы, в общем, уже на том пути, который позволит нам его реализовать? Наши ребята, что называется, с колес, вот они вышли, они тут же должны встроиться в реализацию национального проекта. Практика ориентированное обучение, это, конечно, тоже вот так звучит, может быть, так, замысловато. Но о чем идет речь? Это увеличение часов работы непосредственно с пациентом. Мне очень важно, вот понимаете, вот не растерять в этом темпе, не растерять то, чем всегда славилась отечественная медицина. Не растерять человечность, не потерять пациента. Вот в этой всей гонке за современным оборудованием и современными лекарственными средствами. Ну, я предлагаю в нашей программе тоже, да, сохранить нашу традицию, да, компактно, но по сути вести разговор. Поэтому предлагаю на этом завершить, но знаю, что мы с вами еще обязательно встретимся в других программах. Я напомню, что сегодня гостья в нашей студии ректор Омского государственного медицинского университета, профессор Мария Анатольевна Левзан. Спасибо большое. Если подвести маленький и предварительный итог беседы, работы еще не початый край. Да, без дела не останемся. Идем далее. И снова о том, что лучше предупредить, чем лечить. Меланома, рак кожи. Наша съемочная группа побывала в областном кожно-венерологическом респонсере. И вот, что мы узнали. Сказывайте, что у вас к нам привело. Значит, обширно. Когда? Здесь, значит, на животе. И на спине несколько штук. На спине в этом году она растет. Объемная такая. На руках каждый год новые прибавляются. Я даже не знаю, родинки это или, может быть, это предмет. Они вас как-то беспокоят. Вот на спине она растет, и она немножко чешется. И она становится объемнее. Никуда не ходили, не обследовались, не обращались? Нет, один раз я ходила к онкологу, потому что вот тоже ободрала одну родинку, ударилась до крови. И он посмотрел, разрешил удалять. Настороженность и ответственность пациентки радуют специалиста. Самостоятельный осмотр своего тела позволяет своевременно обратиться при необходимости к врачу. Доктор, в свою очередь, тщательно исследует все проблемные зоны с помощью современных приборов. Данная цифровая видеосистема называется видеодермотоскоп. Это аппарат нового поколения. Он фиксирует мельчайшие элементы кожи, позволяет рассмотреть их детально на экране монитора. Для профессионала сразу понятно, все ли в порядке. Ну, например, с родинкой. Если же у доктора возникают сомнения, собирается консилиум. В случае необходимости привлекается на консультацию врач-онколог. Снимок каждого пациента сохраняется в базе данных. Клинические признаки это какие? Это увеличение размера. Возможно, беспокоит зуд, жжение. Пациент вдруг начал его чувствовать, этот элемент. Он вырос. И есть такой момент, как, допустим, натираем, да, там нижнее белье где-то, вот эти моменты. Иногда приходят волосы, то растут, то не растут на элементах. На самом деле волосы не являются таким вот прямо патрономоничным признаком злопочистления. Но субъективные моменты есть, субъективные ощущения есть. Меланома кожи – злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток. В зоне риска практически каждый человек. Либо наследственность, либо злоупотребление загаром. Солнце – агрессивный фактор. Это два основных момента, на которые обращает внимание врач. Меланома очень агрессивна, быстро метастазирует и очень опасна. Поэтому надо сказать, что дерматологическая служба на сегодняшний день, она активно включена в онкоскрининг. Рост числа случаев онкозаболеваний – это, к сожалению, общемировая тенденция. Каждый год выявляется только вновь, выявленных, извините, случаев за определенный период времени, как правило, это считается за год, более 14 миллионов по планете. Данный тренд, к сожалению, нашу страну тоже не обошел. И даже это нашло свое отражение в прошлогоднем майском указе президента, где были четко расписаны приоритеты развития системы здравоохранения на ближайшие годы. И онкология, точнее сказать, совершенствование онкологической помощи заняло свое ведущее место. Задача поставлена. Врачи готовы ее исполнять. Именно с целью ранней диагностики в диспансере приобретен подобный видеодерматоскоп. Вовремя заметить неладное – задача не только специалиста, но и каждого человека. Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких. Меланома – это рак, который относится к группе новообразований видимой локализации, то есть то, что можно увидеть самому. Время. Как нас торопит время? Это к тому, что время программы подходит к концу? Почти. Впереди еще блок новостей, подготовленный для телезрителей. Ну, займусь, пожалуй, своим привычным делом. Клинический медико-хирургический центр отметил 40-летний юбилей. КМХЦ был создан только в 2006 году на базе двух медучреждений. Специализированной травматолого-ортопедической больницы и медико-санитарной части номер 10. А уже сегодня КМХЦ – это мощный, современный, многопрофильный медицинский центр с собственной поликлиникой на 500 посещений в день, стационаром с 16 отделениями, уникальным фониатрическим центром, диагностическим и лабораторными комплексами, а также двумя центрами восстановительной терапии. В кардиодиспансере заработали умные тренажеры для пациентов, переживших инфаркт. С их помощью пациенты, пережившие острый коронарный синдром, инфаркт миокарда или перенесшие стентирование, могут тренировать сердечную мышцу. Новое оборудование поможет снизить риск возникновения повторных сердечно-сосудистых катастроф. В Омске отслеживаются высокие показатели выявляемости онкологии, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков. Обнаружение патологии у пациентов на ранних стадиях почти в два с половиной раза выше, чем несколько лет назад. Женщины в основном болеют раком молочной железы, мужчины – раком легких, желудка и предстательной железы. Тем не менее, все усилия, которые сегодня предпринимаются, направлены на выявление опухоли на ранних стадиях, заявил министр. Вот теперь все, чем мы хотели поделиться сегодня с вами, уважаемые телезрители. Ну, расстаемся мы ненадолго, уже готовится следующий выпуск. И мы будем рады вновь встретиться с вами. До новых встреч! Мы хотим, чтобы вы были здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин